Друзья мои, всем большой привет из Одессы. Девочки, мальчики, любители орхидеи. У меня начинается эксперимент. В общем, моя старушка орхидея, ей уже много лет, она у меня сколько живет, столько и капризничает. Не хочет принимать никакие посадки. И я смотрю, девочки, вы там все балуетесь пустыми банками. Я тоже засунула вчера, я вытряхнула ее из горшка, из коры там керамзита. В общем, она начала вот так сушить цветоносы, вянут у нее вот эти листья. В общем, с корнями беда. Я ее поместила, сейчас поливаю, видите, девочки. Залила воды, налила. У нас нету света, поэтому такое освещение не очень. В общем, девчонки, налила вот так водички. Сейчас побалтыхаю вот так. Банки. Поставила ее поливать. Была посажена, там было в посадке у нее мох, кора, керамзит. И девочки, включились свет. Красота. Сейчас буду работать. Стирать, варить. Ну, это так. Отступление от темы. Короче говоря, прилипло волокно кокосовое. Это прилипло к корням. И девчонки, я, получается, его оставила, не стала отлипать. Я очень удивилась, что кокосовое волокно вот так вот прилипает к корням. В общем, девочки, залила ее. Сейчас попою. Потом воду вылью и будем наблюдать. Это мой первый эксперимент, мой первый опыт. Вот как бы типа а-ля открытая система, что ли. Но пока что, вот я думаю, минут 15 она постоит, напитается. Ну, жалко, ничего не хочет принимать. И в мох я ее садила, она начала отгнать, ну, гноит корешки. И в керамзите она не хочет. И в просто коре не хочет. Я уже психанула, сделала микс всего. Вот микс всего. Она в этом миксу нарастила вот этот верх. Так, включить, что ли, свет. Нарастила вот этот верх, девчонки. Но все равно, видите, он такой, как тряпочки этот верх. Ну, не знаю. Я прям не знаю, как к ней найти подход. Такая симпатичная. Это вот орхидеи, которые были трендом 2012-2013 года. Вот видите, жалко, девочки. Надо спасать. Надо спасать. В общем, попробую так. Не знаю, девчонки. Открытая система. А-ля, ну, тут не совсем открытая. В общем, я сейчас солью воду. Выливаю. Вот она постоит, я солью. И потом, что там останется? Там корни. Я так вчера ее аккуратно в эту литровую банку помещала. Я намочила корешки и вкручивала, потому что корни особо не помещались. Мне прям интересно, пойдет она в рост, не пойдет. Как бы вот она так проветривается. И были гнилые корни. Я там поснимала виламен. Как бы, не знаешь, капризничает, девочки. Она очень-очень капризничает. Я уже порадовалась, что она вроде начала нормально расти. Но не тут-то было. Не тут-то было. Ну, сейчас мы попьем. Видимо, корневая, не сильно рабочая. Что-то ей не так. Так, все, девчонки. Вам мой подоконник. Крупным планом. Видите, без подсветки. Так растут. Так растут, так цветут. Притащила я сюда. Да, рыбы, да. Посмотрите на моих рыб. Надо водоросли поубирать, попропадали. Рыбы мои довольные. Включили свет, аэрацию. Так, не кормились сегодня. Посмотрите, что сезам мой выдал. Видите, питалию не расправил. Такой вот. Я вам показывала там короткое видео. Сезамчик. Обожаю я этот сорт. Он такой яркий. Он у меня, девочки, никак я его не пересажу. Ой, я его просто... Когда он был в размере 2,5, это не голландский, это азиатский экземпляр. Я его просто в мох вот так вот сверху обкрутила мхом. И вот он сколько корней уже нарастил. Я не распушивала, а просто обкрутила. Что-то не догадалась, еще не знала, что надо распушивать. И вот это его второе домашнее цветение. Вот здесь три бутончика дал, и здесь вот три бутончика. Красавчик. Так, девочки, еще раз вам своих рыбок показываю. И сейчас поубираю в аквариуме излишки пропавших водорослей, потому что было темно, не было видно. Так что, девчонки, вот так вот. Вот, моя пестрота вам в ленту. Красопеты. Красопеты. В общем, не знаю, девочки, что у меня выйдет с этой затеей. Я попробую. Потом вам покажу результат. Мне же самое интересное. Там, девчонки, вы показываете хорошие результаты. Ну, посмотрим, посмотрим. Не поймешь, как ее содержать. Вроде как, столько лет росла, а потом начала чудить. Ну, такое тоже бывает. Все, друзья мои. Всем говорю пока. Всем хорошего дня. Мирного неба. Хорошего настроения. Всех обнимаю.